Комиссия, которая прошла в четверг, они сами об этом говорили, ничего не нашла. И вдруг в пятницу вечером говорят, какие документы пришли из Генеральной прокуратуры. Если посмотреть на эти документы, они показывали их на большом экране, видно там, что ни подписей, ни печати, ни опостили, которые должны быть, ни записи регистратора, ничего нет. То есть это обыкновенные какие-то ксерокопии, которых может сделать любой школьник 11-10 класса на компьютере. Поскольку мы предъявили документы с Германом, печатями, с опостилими, они нас проверяли, меня, причем проверяли очень серьезно. И все прекрасно знают, у нас есть документы из налоговой инспекции, что 5 апреля 2017 года я уже не являлся собственник. Поэтому это больше похоже на какую-то политическую расправу. Вас проверяли перед президентскими выборами, ничего не нашли. И сейчас они проверяют то же самое. Да. 14-го числа некто Булаев такой, это первый заместитель Панфиловой, посылает запрос в Генеральную прокуратуру. Значит, он должен появиться там 15-го числа. 15-го числа Генпрокуратура должна как минимум запросить кого-то там в Белизе, а там ночь, потому что пока у нас здесь день, у них там ночь. Естественно, это только 16-го могло туда прийти. Суббота, воскресенье, и кто там им ответит? Значит, они там по полгода ждут ответа из Европы. А тут, значит, получается, за один или два дня нашли фирму, которая вообще никакого отношения к этому, вот этому, этой фирме не имеет. Фирма я имею в виду регистратор. Да. И так как будто бы ответила, но ответила очень интересно. Без подписи, без печати, без всего. Вот эта компания офшорная, она не имела расчетного счета. Есть такое понятие номинальная компания. Она создается только для того, чтобы учредить еще одну компанию, уже российскую. А эта российская компания уже была собственником акции совхоза, но поскольку совхоз 26 лет, как акционерное общество, никогда не выплачивал ни разу дивиденды, поэтому и денег в российской компании не было, поэтому ничего они не могли перечислить в офшоры, тем более, что у них не было, в офшоров не было расчетного счета. Поэтому это все смешно. Вы были третьим номером в федеральном списке, и теперь КПРФ осталась без третьего номера. политические последствия, они какие? Я стану доверенным лицом, если меня все-таки Верховный суд не восстановит, хотя для того, чтобы восстановить, есть все основания. Но, зная нашу систему, в том числе и судебную, мы за эти три года прошли больше тысячи судебных заседаний, и мы видим, как работает судебная система. Поэтому надежды есть, но они не такие уж радужные. Поэтому, скорее всего, Европейский суд по правам человека может потом поставить точку в этом вопросе. Александр Кынев говорит, что иррациональность в том, что это вообще власти никак не на пользу. Теперь, когда о вас узнали, то есть это работает на вашу узнаваемость и работает против стратегии Кремля на сушку явки. Вот вы согласны с такой оценкой? Любой скандал привлекает. Зачем было устраивать этот скандал, я не понимаю. Вот честно, я просто не понимаю. Тем более, что логики в этих действиях вообще нет. Мы предъявили мне, они же заверили в списке, они все сделали в последние моменты. Причем в четверг, опять же, комиссия собиралась и сказала, что никаких претензий нет. А в пятницу претензии появились. Ну, это как минимум не солидно. Первым, кто должен соблюдать закон, это должна делать сама власть. Вот если она все время сама нарушает закон, то как она может требовать это от других? Вот, вы знаете, есть такое избирательное право. По закону фальсифицировать выборы нельзя. Но теперь вопрос, кто фальсифицирует выборы? Ну, ясно, что не КПРФ. Те, кто наблюдает за избирательным процессом. Она говорит, и вот я на этом интересном мероприятии под названием заседание ЦИК обнаружил интересную вещь. Вот встает в начале госпожа Панфилова и говорит, вы знаете, такое безобразие, появились двойники. Как правило, двойники-то появляются у оппозиционных кандидатов, не у партии власти. Понимаете, кто-то каким-то образом за неделю меняет фамилию, имя, отчество, регистрируется. Ну, извините, если захотела бы власть, она в две минуты бы сделала так, чтобы никаких двойников бы не было. И вот они друг к другу там, один ссылается на генпрокуратуру, другой на МВД, третий еще на кого-то, между ними не разберешься. А в это время происходят такие нарушения закона, ну просто, которые являются выпиющим. Скажите, в статусе доверенного лица что вы будете делать, если дойдет до статуса? Ответ короткий. Все, что скажет партия. Дело в том, что я рассуждаю, как многие, наверное, здравомысли люди, что мы на грани. Вот Россия на грани распада, вот реально. То есть, это та же самая ситуация, которая была ровно сто лет назад. Когда нужно быстро что-то сделать, чтобы консолидировать людей. Если вы помните, тогда точно так же чиновники воровали, была вообще абсолютно, то есть, авторитета у власти не было никакой. И в этот момент вышли коммунисты, ну тогда они назывались большимиками, сказали, есть такая партия, которая может сделать. И на самом деле, четыре коротких лозунга, помните, да? Землю крестьянам, фабрики рабочим, вся власть советам, и мир обязательно должен быть. И разложили, да, человек, которого назван наш совхоз, предложил другую социалистическую, скажем так, схему развития. Это воспринято было большинством людей, и после этого стали собираться обратно под эту же идею республики, которые тогда, помните, разбежались потом. И собралась такая огромная, в будущем очень сильная держава, Советский Союз. Вот сейчас идеология социалистическая есть, кризис власти однозначно наступил. Вы же видите, что количество бедных, нищих, людей, которые хотят работать, но не могут, которые не могут просто содержать семью, оно огромное в России. Поэтому есть идеология, есть люди, есть такая партия, которая сказала, мы можем. А вот в качестве примера всегда Геннадий Ильич привозит хозяйства, такие как наши. Вот, пожалуйста, мы же дворцы, на самом деле замки для детей, а не дворцы, мы их построили. Лучшую школу мы построили. Помочь пенсионерам, поликлиника, зайдите, вы посмотрите, там все до последней иголки куплено со вхозовым отделением. Мы построили, например, бассейн. Таких бассейнов нет нигде, но может быть у некоторых олигархов есть для них. А у нас туда ходят все, без исключения. Наши парки детские, ну, если вы посмотрите, это лучшие парки в России-то точно. Причем бесплатные. Зоны отдыха, помощь пенсионерам, помощь многодетным. Слушайте, у нас нету ипотеки. У нас беспроцентные суды. На 15 лет в рассрочку с возможностью досрочного погашения. И наши люди не беспокоятся, что им нужно там с банком все время разбираться. Вот это будущее. Хотя, на самом деле, это, чтобы вы понимали, это будущее. На самом деле, это прошлое. Я сам, как молодой специалист в совхозе, а я, моя вся семья, вот все Грудинины проработали в совхозе в общей сумме больше 300 лет. Мои родители, это, значит, разговор о том, что такое олигарх. Ну, покажите мне еще человека, который командует предприятием, который вроде как, который его бабушка, его отец с матерью, его сын, его сестра, ее дяди, тети, все работали в совхозе Грудинина. Я такой вот олигарх. Это надо понимать. И поэтому, мы создали предприятие, которым не только можно гордиться, его можно показывать, его потолок. Я думаю, что сейчас наша проблема еще от того, что, знаете, поскольку они, я имею в виду, правящая партия не может сделать хорошо, она бы решила уничтожить то, что сделано хорошо другими. Чтобы сказать, ну, видите, везде все одинаково плохо. Вот и все. Главный вывод, который вот вы делаете для себя из вот этого уже третьего по счету сюжета, когда вы оказываетесь так внезапно за бортом. Я имею в виду. Вторым я бы поставил всю эту историю с неполучением вакантных депутатских мандатов. Знаете, на что это похоже? Я сейчас расскажу. Когда-то в истории России были такие факты, когда младенцев, ну, или там маленьких детей убивали на всякий случай, чтобы они потом не претендовали на ТРО. Может, мы сейчас это наблюдаем? То есть, кто-то пытается избавиться от конкурента какого-то на будущее. Ну, будут, он думает, что-то сейчас, так есть такая фраза, транзит власти, да? Вот будет транзит власти. Ну, вот Грудинин в этом транзите совсем не нужен. Ну, зачем с ним спорить? Давайте мы его заранять и уберем. Может быть, это поэтому. Но, еще раз, залезть в голову тем людям, которые принимают решения в России, нам с вами не удастся. У них совершенно, на мой взгляд, неправильное представление о стране и о том, каким путем ей нужно развиваться. мы показываем тот путь, я имею в виду наше народное предприятие, который бы позволил России быстро стать такой же сильной державой, как Китай. И уж точно сильнее. То есть, вы считаете, что это возможно? Вы смотрите, пенсионная реформа, через вот два года после этого вдруг выяснилось, что ничего не дала ни людям, ни университета, вообще ничего. То есть, это глупо. Все же делалось под соусом, что это... Что сейчас вот будет у пенсионеров счастье. Ничего же не дала. Ни пенсионерам, и главное, прибавки. Ну, понятно, что они меньше стали из пенсионного фонда платить, но все равно какая разница. Мусорная реформа, о которой так много говорили, ничего не дала. То есть, цены повысились, а как мусор ввалят в какие-то там отвалы, и все это экология нарушается, то же самое. Реформа, связанная с капитальным ремонтом домов. Мы платим все деньги, а как не было капитального ремонта, так и нет. И понятно, что все эти там... Например, борьба с ценами на бензин привела к повышению цен на бензин. Борьба с ценами на... Повышением цен на продукты привела к повышению цен на продукты. Понимаете, этим ребятам нужно собраться, я им даю власти, искать, потому что у нас ничего не получается. Ну, давайте наймем хоть кого-то, кто бы хоть что-то как-то соображал. Ну, вот в этом смысле. Поэтому, помните, фразы, по-моему, Лаврова о том, что... А ты кто такой, чтобы я тебя слушал? Я всегда, когда министров слушаю, я хочу сказать, слушай, а ты где на производстве где-нибудь работал? Вот ты понимаешь, на самом деле, что такое производство, как нужно сделать? Я... Совхоз Ленина, три года, уже больше, ходит в правительство Московской области, просит ему дать разрешение на пристройку к школе. Пристройка к школе, не за бюджетное, за наши деньги, и мы три года не можем доказать им, что нужно это срочно сделать. Уже в школах, там дети друг на друге сидят на головах, на лет, а они все отказывают, по любому надуманному предлогу. Вот я говорю, слушайте, при коммунистах секретарь райкома или обкома вызвал бы всех, и через полчаса все, кто мешает строительству школы, были бы лишены партбилетов и выгнаны с позором и со своих мест. А здесь ничего сделать не можем. Знаете, уже Геннадий Андреевич Зюганов написал письмо Воробьеву, что вы, что вы делаете-то? А тот ему написал, ну вот, скажем, охранные зоны, потом мы приходим и говорим, слушайте, какие охранные зоны, их не было никогда, ведь школу же уже построили, это пристройка в школе. Они говорят, ну вот видите, у нас тут в документах что-то есть, мы там, мы бьемся с ними. Это засилие бюрократии, засилие дураков во власти и абсолютно непатриотичных людей. Это мешает развитию страны. А как вывести страну из кризиса, я вам так скажу, любой мой главный специалист знает, потому что мы точно знаем, как нужно работать и что нужно делать для того, чтобы жить было хорошо. Приезжайте в сомхоз в сомхоз.